Очень хорошо, что именно налоговая служба затрагивает такие проблемы. Она не просто как контролирующий орган тоже решает свои задачи, которые поставлены государством, с правом административных действий и так далее, а пытаются решить проблему глобально для того, чтобы в целом была чистота конкуренции, чистота компаний, то, что вы говорите, однодневки и так далее. Мы приходим постепенно к тому, что все органы власти, субъекты, федеральные органы власти начинают работать в более плотном взаимодействии и в более плотном совместном ключе. То есть мы говорим о том, что компании однодневки все-таки кто-то их создает. Говорим о тех людях, которые фактически изначально понимают, строят схемы, которые являются учредителями 50, 60, 100 компаний и так далее, которые вообще не могут быть учредителями гендиректорами, но, так скажем, у них есть номинальные директора, учредители, которые руководят этими компаниями, но на самом деле руководит это вот это лицо, физическое лицо какое-то, либо группа лиц, которые сговорились заранее, и они делают все для того, чтобы уходить от уплаты налогов, то, что говорит Юлия Владимировна, более детально и хорошо так освещает вот эту проблему с налогооговоркой. В целом страдаем мы все, глобально, мы все страдаем от того, что субъект не получает налогов, соответственно, федеральные налоги, которые уходят в федеральный бюджет, федеральные государства не получают налогов. Но если Юлия Владимировна озвучит цифры примерно, что стоят, есть у вас такая информация? Сейчас я думаю, что не имеет смысла. То в итоге мы приходим к тому, что мы со всех сторон смотрим, вот скажем, вот налоговая служба видит свое, да, то есть кто платит налоги, кто не платит. Пытаемся вот глобально это вот совместными усилиями включить это в конкурсную документацию, в контракты договора, в дальнейшем, чтобы вся цепочка до последнего исполнителя платила налоги, то, что предписано федеральным законодательством, все обязаны платить налоги, как юридические лица, так и физические лица. То, что кто-то не платит, нарушает федеральное законодательство, это надо устранять. В настоящий период у нас пробелы в законодательстве, о чем вы говорите, о том, что в принципе нет обязанностей есть, но нет того, и просто есть гражданский механизм, гражданско-правовые споры в суде. То есть не платите налоги, ну вот кто-то кому-то должен сходить и, так скажем, обратиться в суд на взыскание этих налогов. Приходим к тому, что суды, суды со своей стороны тоже это видят и допускают такую возможность, когда заказчики, либо головные исполнители, то есть между сторонами, которые, я говорю о добросовестных платильщиках налогов, то есть они налоги платят, заплатили за себя, заплатили, кому они продали или получают. То есть та компания, которая не платит, это первая компания, не может получить вот этот налоговый вычет, то есть разрыв получается налоговой экономички, потому что тебе не заплатили, все, им блокируют, им не дают получить свои деньги. И компании, то есть такие уже есть судебные споры с решениями судов о том, что эта компания, то есть не оплачивает полностью выполненные работы компании второй, она хоть работы выполнена, акты подписаны, все сделана, она платит часть минус вот этой налоговой составляющей. И в дальнейшем сущем в том, что пишет этой компании второй, что уважаемые, вы налоги заплатите, одно уведомление, второе уведомление, потом просто вот эту сумму у себя оставляет и все. Вторая компания... Это хорошо, когда есть возможность составить деньги. Ты говоришь, что вот первая компания мне не заплатила, я же работы выполнил, ну вот, и суд говорит, уважаемые, правильно, вы налоги-то заплатите государству, но потому что та компания несет убытки, она не может получить вот этот экономический разрыв, налоги, который она заплатила и должна вернуть себе, то есть она несет убытки. Вот, и в принципе такие решения и есть. Из-за этого мы вот исходим, мы именно пытаемся глобально решить эту проблему, для чего? Для того, чтобы, во-первых, опять же, все компании платили налоги, которые участвуют в бизнесе у нас. Второй момент, для того, чтобы, опять же, все было прозрачно и доступно. В-третьих, чтобы не было вот того, о чем вы говорите, и компании уходят от ответственности, ликвидируются, уничтожаются и так далее. То есть их просто нет, предъявлять как бы требования вроде бы и некому. Но, извините, есть физические лица, которые все это думали, создавали, организовывали и так далее. Это уже головная составляющая, о чем мы плотно работаем с соответственными структурами. Более того, скажу, три года назад мы такое дело очень длительно и долго смотрели, когда у нас было более 20 компаний. Вот это как раз самый такой классический случай. Еще 20 компаний, когда лицо, которое вот это все создало, то есть оно не было ни учредителем, ни гендиректором, ни в одной из компаний, но оно всем руководило и все действовало. Вот это лицо, которое проживало на Санкт-Петербурге, оно все-таки было задержано сотрудниками ФСБ при передаче взятки в сумме 386 миллионов рублей. То есть ни миллион, ни двадцать, 386 миллионов рублей до основному лицу Министерства обороны. Но в Москве вот эти два лица были задержаны, и потом пошла уже серия уголовных дел по всем лицам, по цепочке, которые в этом участвовали. То есть мы говорим об этом, что в итоге мы придем к тому, что будем выискивать и вылавливать вот этих лиц, которые все это организовывают это дело, которые нарушают федеральное законодательство глобально. не частно, что там, ну, бывает там все это в жизни, а глобально хотя бы вот на этом, потому что это сотни миллионов, это миллиарды рублей государству, это наши деньги, наша зарплата, наша жизнь, наша пенсия в дальнейшем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова